Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И у нас действительно уже первые гости с нами на прямой связи. Директор секретариата Фонда общественной интеграции Зайга Пуция. Здравствуйте. Доброе утро, госпожа Пуция. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Всплоченность общества действительно в наше время как-то приобретает особое значение. И мы действительно говорим о том, что очень важно чувствовать, что мы и говорим на одном языке, языке в том числе любви, дружбы и понимания. И, конечно, это касается в том числе и людей с ограниченными возможностями, которые должны быть включены в наше общество. И это не только тот ресурс, который мы можем использовать, но это действительно сама поддержка этих людей, возможностям ощущать себя полноценными членами общества. И работа в этом, в частности, направлении тоже очень сейчас приобретает новые, появляются новые возможности, в частности, платформа DOT-ESPAYU, которая должна помочь людям с инвалидностью и включить их в рынок труда. Тем более, что, согласно цифрам статистики, в 2016 году людей с инвалидностью в Латвии было около 9%, а в 2020, в конце 2020-го уже 10,5%. Тем более важны все эти вопросы, которые мы только что озвучили. Госпожа Пуцер, расскажите, пожалуйста, что это за платформа DOT-ESPAYU, возможность, что она дает, что она дает. Да, спасибо вам большое за вопрос. Эта платформа, я бы сказала, маленький этап в нашем проекте, который называется «Открытость. Это ценность», где мы говорим про то, как дискриминация и неравенство делает хуже для всего нашего общества. И вот эта платформа, она сделана, я бы сказала, как мост для людей с ограниченными возможностями и для бизнесов и предприятий. Идея такая, что организации или учреждения, которые работают с людьми с инвалидностью, могут написать в платформе то, что им нужно, чтобы они жили полноценно. А на другой стороне могут быть предприниматели или индивидуальные люди, которые могут просмотреть этот список и выбрать один или больше из этого списка и помочь этим людям. Вообще-то в компании мы говорим про то, как сделать так, чтобы предприниматели были больше открыты для людей с инвалидностью. Но это одна возможность, как свести людей с инвалидностью и тех, которые могут помочь вместе. То есть такая биржа контактов, что ли, да, где одни могут опубликовать свой запрос на какие-то профессии. А надо отметить, что, опять же, согласно статистике, людей с инвалидностью, которые работоспособного возраста, около 110 тысяч в Латвии насчитывается. Это, ну, прямо это сила, это прямо легион. То есть одни размещают вакансии или какие-то возможности, другие заявляют о том, на что они способны, чего хотели бы и так далее. Да, и всё это на платформе Атверт и БЛВ. Там есть специальный раздел ДОД и Эспави. Да, я бы сказала, не только вакансии, но и всё, даже мечты или что-то такое, чтобы люди бы хотели, чтобы кто-то помог им это исполнить. И также вакансии тоже, да. А уже есть какие-то результаты вот этой платформы? Ну, вот какие-то конкретные, действительно, примеры того, как эта платформа смогла свести вместе людей? Мы открыли платформу в прошлой неделе, так что ещё не смогу такие конкретные примеры привести. Но там уже есть много возможностей и потребований, мечты, где люди уже написали, что бы они ожидали. И мы ожидаем предпринимателей, чтобы они тоже посмотрели в эту платформу и, может быть, нашли, ну, или хорошего работника, или просто увидели, что они могут подарить свои консультации или своё время для этих организаций или людей, которые там уже написали свои ожидания, если так можно сказать. Можно так сказать, да-да-да. Про то, что вы говорили, что это очень много людей с инвалидностью, которые в этом возрасте, когда они могут работать. И ещё одна статистика, почему мы говорим про это, то, что из этих 10%, где мы говорим про людей с ограничёнными возможностями, у нас в Латвии работает 27%. А если мы смотрим в Яросоюзе, то там около 55%. Я хочу с этим сказать, что у нас не очень плохо, но у нас ещё есть место, где вырасти. И я очень хочу обратить внимание предпринимателей, что у них здесь, чтобы они посмотрели в эту сторону, где люди с ограничёнными возможностями, с инвалидностью, то там ещё очень много возможностей найти квалифицированные работники для того, чего им нужно. Ну и в качестве примера, да, вот я сейчас открыл как раз эту платформу Атвертиба и Рвертиба, и как раз вот ДОДСП и этот раздел. Например, заявка такая, человек с инвалидностью и высшим образованием желает найти работу в сфере, в бухгалтерской сфере. Или то, что вы говорите о каких-то мечтах, чаяниях, а хочу учиться на аниматора, психолога, получить высшее образование. То есть вот тоже заявка такая со стороны человека с инвалидностью. Или кто-то готов оказывать посильную помощь в административной организационной работе. А есть ли какие-то, я бы сказал, плюсы для предпринимателей, какие-то, может быть, льготы, чтобы предприниматели были заинтересованы в том, чтобы брать людей с инвалидностью, каким-то образом это будет им засчитываться, что они действительно принимают участие в этом процессе? Потому что мы понимаем, что иногда, может быть, человек не может полноценно работать, но тем не менее ему могут дать такую возможность. Я бы вообще хотела сказать, что впервые нужно дать шанс человекам с инвалидностью, потому что мы иногда думаем вместе их. И это мы думаем, что у них какие-то ограниченные возможности. Но они уже привыкли жить, я бы сказала, с диагнозом, и они могут сделать больше, чем мы можем это представить себе. Говоря о льготах, нет, еще нет такого бонуса. Но я бы хотела сказать, что пару лет назад поменялся трудовой закон, где у нас была такая позитивная дискриминация, что работодателям было труднее расстаться с работником, у которого инвалидность. И, как мы знаем, есть хорошая и плохая страна. И вот плохая страна у этой точки в законе была такая, что работодатели боялись взять на работу людей с инвалидностью, потому что они боялись, что если он не справится, то они не смогут расстаться с ним. Теперь этой нормы уже нет в законе. И это означает, что тоже работодателям не нужно уже бояться попробовать и дать шанс себе и этому человеку, который может что-то сделать и попробовать. Потому что, как я сказала, иногда мы просто боимся, или у нас есть какие-то предупреждения, что нам кажется, что он что-то не сможет, потому что у этого человека диагноз. Но я бы сказала, что нужно рассмотреть человека и хорошего работника за этим диагнозом. Напомним, мы беседуем с директором секретариата Фонда общественной интеграции Зайгой Пуце. Госпожа Пуце, вы упомянули дискриминацию и неравенство. Есть ли какие-то данные, какие-то опросы, исследования о ситуации в нашей стране? Вы уже, когда мне начали, рассказали, есть статистика в Министерстве благосостояния про то, как много у нас в стране людей с инвалидностью и то, что вы говорили, что цифра становится больше. Впервые я бы сказала, что это тоже показывает такой позитивной тенденции, потому что это означает не то, что люди с инвалидностью становятся больше, просто люди готовы идти к врачу и взять этот статус. Они больше так не боятся, что это дальше оставит какие-то результаты на их дальнюю жизнь. И одна дата тоже, которую мы смотрим, это то, что возрастают цифры дискриминации, когда люди больше осознавают, что такой факт произошел. И тоже, с одной стороны, это плохо, но, с другой стороны, хорошо, что мы можем увидеть то, что до сих пор было, может быть, в тени, то сейчас мы уже видим, что люди больше говорят про это, у них есть возможность и знание, чтобы подать исков или написать тессы, что такое случилось. И я бы сказала, несмотря на то, что эти цифры как будто показывают негативный, в первом взгляде негативный тенденцию, то там есть и хорошее, мы можем увидеть и хорошее в этом. Я правильно понимаю, вы сейчас говорите о такой некой человеческой смелости, во-первых, признаться себе, сходить, заняться своим здоровьем и, в конце концов, бороться за свои права. Да, да. И, возможно, в принципе, вот рост действительно людей с инвалидностью объясняется именно тем, что больше людей, ну, сейчас более государство тоже идет навстречу, признавая инвалидами, ну, тех, у кого могут, не обязательно, что у человека не должно быть там руки или ноги, чтобы он был инвалидом. Там сейчас очень гораздо более широкий спектр этих медицинских показаний, с которыми признают людей инвалидами. Да, я могу привести пример, например, если у человека была онкология, грудная онкология или что такое, там тоже можно быть инвалидность. Есть слабослышащие, слабовидящие, но сейчас уже у нас есть всякие технологии, которые тоже помогают. И даже если у человека нет удобной возможности выйти из дома, потому что он в инвалидной коляске, ну, я бы тоже сказала, это позитивная сторона ковида, когда мы все начали работать отдаленно. Это тоже помогает людьми с инвалидностью уже искать работу, которую они могут делать из дома. Ну, вообще, даже технологии, включая Zoom, который мы сейчас с вами используем, по большому счёту, да, он даёт массу новых возможностей, и речь уже идёт о каком-то таком единстве, о исплочённости общества. И здесь я хотел бы, ну, ещё раз проговорим, да, вот эта платформа dot.esp.ru, сайт называется «Атверты ибо открытости ЛВ», «Атверты ибо РВРТВ». Здесь мы полностью согласны и солидарны с этой оценкой. Есть возможность воспользоваться как потенциальным работодателем, и даже не работодателем, просто неравнодушным людям, которые готовы помочь в чём-то воплощении каких-то вот идей и мечтаний. И с другой стороны, люди с инвалидностью, которые могут написать заявки, предложить себя в качестве работника кому-то, либо признаться вот в какой-то своей мечте. Вот как уже я привёл пример с этого сайта, кто-то хочет выучиться на аниматора и просит помощи, подсказки. Вот так вот друг друга можно найти на этой платформе dot.esp.ru. Что касается сплочённости общества, я хотел бы, пользуясь случаем, попросить вас прокомментировать данные, недавние данные опроса, касаемые, ну, то, что провёл СКДС, по поводу сплочённости латвийского общества на фоне войны на Украине. Согласно этим данным, 59% жителей Латвии считают, что за последний месяц та самая сплочённость латвийского общества выросла и окрепла. или осталась неизменной. Ну, по крайней мере, да, осталась неизменной. Важное дополнение, на самом деле. Спасибо. Итак, как вы можете прокомментировать данный вопрос? Ну, мы, наверное, все видим, что все войны, но эта война ещё больше вызывает такие активные эмоции у всех, что мы хотели, ну, я бы сказала, посмотреть, какое нас... Мы хотели посмотреть, какое настоящее чувство людей про то, сплочённые мы или нет. Потому что если смотреть комментарии в интернете, в сайтах или в соцсетях, то иногда эта визия, как есть, немножко, я бы сказала, не такая, как реальность. Просто спокойно говорите на латышском, мы поймём. Я стараюсь, чтобы... Спасибо. Спасибо, мы очень ценим. Да, но когда мы... Опять же, да, вот она сплочённость. Да, да. И взаимовыручка. Да, когда мы сделали этот опрос, там показалось две, ну, я бы сказала, очень хорошие показатели. Впервые то, что 80% жителей Латвии осуждают войну в Украине. И это другое, то, что вы уже говорили, что 59% населения считает, что сплочённость стала или больше, чем была до войны, или не изменилась. И нам казалось, что это очень-очень хорошо, потому что мы увидели, что люди более сплочённые, чем нам, может, казалось до сих пор, когда мы просто смотрели, ну, какие-то, я бы сказала, тексты из одного или другого человека. И ещё я хочу сказать, что тоже меня индивидуально порадовало то, что и наши политики, и президент, и министр президент тоже очень скоро после войны сказали, что все люди, которые живут в Латвии, которых объединяет совместные ценности, которые тоже смотрят, что демократия тоже ценность, что все люди, живущие в Латвии, это все наши, что мы не разделяем. И вот здесь тоже в этом вопросе это показалось. То, что может быть не так хорошо, но мы видели, что если смотреть на тех людей, которые дома говорят по-русски, и тех, которые дома говорят по-латышски, что там есть немножко... Отличия, разница. Да, есть разница, есть отличия, но это тоже понятно, потому что, я говорю, что нам иногда, темы, которые тоже говорят по-латышке, кажется, что те люди, которые говорят по-русски, еще до войны еще, такой стереотип, что они все как будто думают в геополитических сферах, похоже. Но из-за этого опроса мы очень хорошо видим, что это не так. И если говорить о том, кто теперь чувствует мнение сплоченно, это как раз люди, которые в семье говорят по-русскому, потому что есть люди, которые очень долго жили в среде, ну, я скажу, путинских медиев, и они теперь, видя, что творится, немножко ирапью больше. Растеряны. Растеряны, да. Потому что то, кому они верили перед войной, больше, я бы сказала, не существует, но они еще не смогут, не смогли найти эти новые каналы информации, новую свою визию, как они видят будущее. И это очень важно, говорить с этими людьми, не делать это агрессивно, говорить с ними и просто, ну, мне кажется, пытаются показать наше совместное будущее и опять уже найти наши совменные ценности, что мы живем здесь, слава богу, у нас нет войны, и слава богу, мы живем в стране, свободной стране, где у нас и медиа свободны. Это правда. Да, здорово, что, в принципе, нас объединяет и искусство, и культура, и кино. Вот я хочу проанонсировать сразу, что у нас скоро будет в эфире, как раз режиссер Андрис Гауе и Элза Гауе расскажут о новых своих работах. Я думаю, что это тоже одна из таких моментов, сплочающих элементов. Мы благодарим директора и секретариата Фонда общественной интеграции Зайгу Пус за то, что нашли время поучаствовать в нашем эфире. Спасибо вам. Спасибо, хорошего дня, до свидания. До свидания. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова